Меня зовут Барсюн Грибалцева, в предыдущие 7 лет я работаю с самым главным IT-архитектором в компании Windows.com, знакомый вам о торговой марте «Девай». Поэтому рассказывать я вам буду про архитектуру, о чем еще архитекторам можно рассказать. Тема выступления на слайде, но прежде чем начать, я расскажу вам о том, что это. В 2000 году Windows.com запустил него супер успешный проект, который в народе назывался «Коробочка». Это такая картонная коробка, внутри которой лежал телефон, лежала сим-карта, лежала разрешение связи с надзора, лежала карта экспресс-оплаты и договор. Которая нужна была в телефон, телефон был подключен и вы покупали коробочку за 99 баксов. Заполняли бумажку и могли спокойно разговаривать телефон. И была только одна большая проблема, состоящая в том, что вот эти бумажки, которые вы заполняли, их могли ввести в центральный орган в «Девайна». День, два, неделю, иногда три недели. Ну и, собственно, поэтому меня позвали в эту компанию и сказали, что можно что-то сделать, чтобы побыстрее было. У нас было два программиста, один проектный менеджер, один парень помогал нам с интернет-постовой сервера, полмонтировал. Ну и я на позиции архитектор. Но я был очень хороший архитектор, потому что половину времени я подписал. Мы автоматизировали несчастный процесс передачи на ворот, и в следующем году у нас запихнули уже три проекта. Мы научили «Девайне» принимать деньги в супермаркетах, управлять услугами и телефоном, и начислять бонусы. Как вы думаете, а столько проектов стало в 2013 году? 300. 300? Нет, чуть поменьше. 150. 150. Ну, на самом деле, меньше. 72 проекта. Мы же боролись, уже не все проекты принимали. В 2013 году это стало 72, и в каждом таком проекте сидел архитектор. Естественно, ходить ему уже было некогда. Он рисовал картинки и занялся коммуникациями. Но тема моего выступления о том, что делать, когда количество задач существенно превосходит те возможности, которые у нас есть. Не в два раза, не в три раза, а в 10-20 раз и так далее. На самом деле, на нашей конференции в этом году, по-моему, половина докладов посвящена именно этому. Как масштабировать? Существует несколько не очень эффективных способов масштабирования. Наверное, самое древнее состоит в том, чтобы набрать побольше людей. Почему этот способ не работает? Я думаю, все вы хорошо знаете. Книжку группу со 75-го года, мы сначала один месяц читали. Вы понимаете, что происходит, а не то. Безумно, какие-то ингредиенты правильно. Тем не менее, этот способ очень нравится менеджерам. И следующий любимый способ менеджера, который уже более смартфон, который нужен, это повышение производительности труда. Видея, наверное, рекламу в белках колесе, нужно больше орать. На самом деле, этот способ даже работает. Если мы получаем производительность труда за счет автоматизирования, тестирования, разверстывания, сборки и так далее, то, как правило, чему-то все вспоминают об эффективности за пару дней до премии сдачи проекта, когда уже что-то автоматизируют поздно, когда нужно в ходе договора. Ну и последний способ, самый замечательный, вообще ничего не делал, унести всех страждущих на работу в нашу систему в БКО. Тоже очень часто применяется, когда люди выполняют, что все задачи не решают, все в БКО. Есть только одна проблема, заказчик не в БКО, он ищет всякие обходные пути в этом случае. И не хочет стоять в юридной очереди, если вы понимаете, не стоять пять-десят лет, он ищет какие-то воркраны, придаст эту новую систему устанавливать. В какой-то момент ваш оперативный мандшафт превращается вот в такую штуку, называется «Большой Комон Грязь». Брайон написал такую статью, она оформлена функционной системой по архитектуре. Там есть замечательная фраза, что возникает там, где есть много неквалифицирования рабочей силы, немедленное потребление жилья и отпуска инвестивств. Но давайте обратимся к Гуглу Фрама, планету Совета. Что делать? Наверное, многие из вас слышали такие слова, как «Fitcher Team», «Компонент Team» или «Scrum of Scrums». Кто слышал про Scrum of Scrums? Правильно, это такая техника, когда нам нужно из каждой команды любящих одного или двух делегатов, послать их на лучшую тусовку, рассказать им, что они там должны говорить. Они там пообщаются, говорим к своему команду и скажут, о чем они говорили. И вроде бы способ хороший, но у него есть, на мой взгляд, три недостатка. Первое – очевидно, что ваши коммуникации становятся посредними. То есть не вдвоем у вайпорта, а через тексты посредников, что-то там кто-то сказал, кто-то не понял. В итоге намерено совсем то, о чем вы говорили. Вторая проблема – синхронизация релизов. Вам нужны команды как-то, чтобы выпус сделали одновременно, чтобы потом эти проблемы синтегрировать в свою первую заработку. Мы, естественно, со всеми этими проблемами столкнулись. Как их пытались решать, вот что получилось. Первая проблема оказалась самой простой. Архитекты, которые появляются там, мне нужно эти картинки нарисовать, эти цветы и заговоренности оставить. Я не буду долго останавливаться на этом слайде. У нашей компании эта штука называлась High-Level Design. Как мы его делали? У меня есть отдельный тренинг в Scrum Play. Вы можете перейти на сцену, спросите, приходите, послушайте. Отлично всего две идеи. Первая состоит в том, что все ваши заметки должны быть публичными. Должны все видеть. Вы можете их повесить на рост, нарисовать переход. Можете засунуть в вид. Архитектурные модели очень хорошо видеть и засовывать, потому что любая архитектура и картинка. Там есть квадратики, есть стрелочки. Вот квадратская страничка, стрелочки — это GTSU. Остальное дело первое. И второй момент — не надо учить команды, как они внутри, если вы могли делать архитектуру. Когда вы не получите, все свалено. Ну, пойдемте дальше. Синхронизация и релизм. Вторая любимая книжка всех архитекторов. Стурса Брэнда — как развивается здание, что с ним происходит после того, как они построены. Книжка «Гастер Брэнда» — это архитектор, но не архитектор, а самым настоящий человек, который дома строил. Вот он написал книжку о том, что после того, как дома построены, они тоже меняются. Вы не поверите, не только требования к столу меняются, требования к зданию тоже меняются. Хорошая архитектура здания, когда мы можем различные слои менять, не затрагивать другие. Раз умеется переклеивать обои, приставлять мебель, раз будут менять двери, окна или еще что-то, раз в тилетку менять коммуникации, но провода хотя бы круглые, но при этом фундамент, несущие стены, вообще, для менять не надо. По крайней мере, если вы хотите передвинуть мебель, не надо передвигать несущие стены, потому что шкаф не помешает. В информационных технологиях то же самое. Я не буду зачитывать вот этот замечательный слайд. Он о том, что мандшафт любой компании все равно будет состоять из таких вот своего. Что, на самом деле, за 40 лет существования программной инженерии тоже чего-нибудь не училась. Научилась декомпозировать задачи одной части не только по функциональному книжнику, но и учитывая то, какие изменения будут происходить этим частям. Поэтому в любой компании вы найдете три совершенно равных ситуаций. В первом случае левый столбец. Когда ваши заказчики что-то хотят, они очень хорошо могут сформулировать, какой человек хотят, но, в общем, более-менее понимают, хотят ERP-систему, одну большую, чтобы так у всех. Совершенно бессмысленно в этом случае от этих заказчиков требуют какие-то требования, они записывают взаимные истории, они не понимают, как устроена ERP-система. Нужно прийти, ящик поставить, включить, и дальше быстро они развиваются. Правда, жестенькая ситуация, когда заказчики не понимают, что они хотят, это нормально, мы берем команду, украинские методологии, все хорошо получается. Корпорации живут вот такими вот слоями. Бессмысленно пытаться синхронизировать религиозные системы, которые относятся к разным слоям, они не получат, и все будут ждать левую колонну. Полтора-два года. Что делать? Строить поддержку существующих слоев. Дилдом фруктовых. Интегрировать сферу. Кстати, знаете, происходит миграция систем обычных равноценных команд. Одна команда с левой стороны третий строит мост, другая команда с правой стороны леди навстречу людей и копает в туннель. Обе команды уверены, что рано или поздно они синдекрироваются. Ну и при импликации, завершающий слайд, не надо делать равноценные команды, об этом следите на шоку, лучше взять одну команду и сказать, ребята, вы самое главное вы будете делать премьерок по микро-редиту, как угодно, вы зайдете, остальные будут с вами интегрироваться, вы сомненны, у вас зарплата на 2% больше, чем у всех остальных, поэтому давайте. Ваши заказчики и другие разработчики и ваша задача сделать так, чтобы удобно было писать расширение, плагины. Это можно отдать вам вопрос, можно вообще подкнуть партнеров и часто делать. И тогда вот некая система выстроится. Честно говоря, только в этом случае не нужна архитектура, настоящая хорошая архитектура в этих проектах, а в том случае, который был изображен в одном из следующих слайдов, где то еще были построены, архитектура не очень нужна. Ну, а, таким образом, организовать ваши проекты, что строить, решается вам. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ